Всем привет! Это проект в движении. Каждую неделю мы говорим о безопасности на дорогах нашего региона, о том, что важно и полезно для водителей, пассажиров и пешеходов в этом выпуске. Письма счастья. Как правильно оплачивать штрафы ГИБДД и что делать в случае ошибки? Поедем на проблемный перекресток. Перекресток есть, разметки нет. Совет инструктора для начинающих водителей. Знай и проверяй. Тест по ПДД от искусственного интеллекта. Получить штраф может даже самый аккуратный и опытный водитель. Чем серьезнее проступок, тем дороже наказание. В какой срок необходимо оплатить штраф ГИБДД? Как можно уменьшить сумму вдвое? И что будет, если игнорировать так называемые письма счастья? 2023 год стал рекордным по количеству выписанных штрафов на российских дорогах. Общие цифры по стране колоссальные – более 170 миллиардов рублей. В топе нарушений – превышение скорости, несоблюдение разметки и требований дорожных знаков, непристегнутый ремень безопасности, проезд на запрещающий сигнал светофора, непредоставление преимущества в движении пешеходам. Каждому штрафу присваивается уникальный идентификационный номер. В правом верхнем уголочке есть и штрих-код, и там есть номер постановления. Это и является как раз УИНом, согласно которому постановление вносится в базу, и потом уже подгружается в платежную систему. Узнать, выписан ли штраф, можно на официальном сайте ГИБДД на портале госуслуг в мобильных приложениях банков в онлайн-сервисах. А штрафы за парковку в нашем регионе удобно проверять на сайте Белгородского парковочного пространства. В настоящее время существует несколько форм оплаты штрафа. Первая – это оплата через онлайн-банковские приложения, где можно оплатить по реквизитам, также посетив личное отделение банка, либо же приходят сейчас в основном административные штрафы на государственный портал госуслуг. Если вы не согласны с нарушением и хотите обжаловать штраф, сделать это можно в течение 10 дней. Далее постановление вступит в законную силу, и на уплату штрафа у вас будет ровно 60 дней. В данный момент существует такая возможность оплатить административный штраф с 50% скидкой в течение 20 дней. Данная возможность распространяется на все практические штрафы за исключением только грубых административных правонарушений, то есть это управление в состоянии опьянения, отказ от прохождения медосвидетельствования, и за статьи, которые предусмотрены повторность. То есть, например, проезд на запрещающий сигнал светофора повторно, либо же за выезд на встречную полосу повторно, то есть в течение года, с момента первичного правонарушения. Если при оплате вы допустили ошибку в реквизитах или случайно перечислили сумму дважды, денежные средства можно легко вернуть. Для этого нужно обратиться в ведомство, которое вынесло постановление, и написать заявление. А для тех, кто нарушил и платить не хочет, напомним, что уклонение от уплаты штрафов является административным правонарушением. Если гражданин не оплачивает в установленный законом срок административный штраф, то он подлежит привлечению по статье 20.25, части 1, то есть это неуплата административного штрафа в добровольном порядке. За это ему предусмотрена санкция либо оплата в двухкратном размере, либо административный арест до 15 суток, либо обязательные работы до 50 часов. Мы, конечно же, сотрудничаем на постоянной основе службы судебных приставов. Каждые 10 дней мы направляем постановление, и они уже в своем порядке стараются каким-то образом взыскивать денежные средства в уплату полученного административного штрафа. Разметка обеспечивает безопасность дорожного движения и помогает ориентироваться в транспортном потоке. А как водителю понять, сколько полос на дороге, если на ней нет ни знаков, ни разметки? В рубрике «Тебе водить» один из таких спорных белгородских перекрестков. Куда мы приехали и зачем? Мы сейчас будем проезжать перекресток улиц Третьего Интернационала и Попова по улице Третьего Интернационала. И как раз вот здесь у нас такой вот интересный перекресток. Проблемное место, да? Да. Там будет у нас две полосы. Одна для тех, кто поворачивает налево, другая для тех, кто поворачивает направо. А всего на этом перекрестке три полосы. У нас две, у встречных одна. Но проблема в чем? Разметки нет. И как должны встречные догадаться, что у них там будет всего одна полоса? И как мы должны догадаться, что у нас... Что у нас аж две? Непонятно, да. Хорошо, когда есть знаки, предупреждающие о расширении дороги и знак направления движения по полосам, который, в принципе, показывает, что полоса не одна. Здесь у нас знаков нету никаких. Водителям приходится докадываться сами. Можете поехать? Да. Поедем на проблемный перекресток. И сейчас на перекрестке направо. Направо поворачивает достаточно просто. Здесь мы просто держимся правой стороны, и как бы вопроса у нас нет. Вот здесь у нас уже дорога как бы расширяется. То есть по длине стоп-линии мы понимаем, что полос на самом деле две. То есть стоп-линия у нас занимает две трети дороги. Так я посмотрю получше. Да. Сейчас у нас загорится дополнительная секция, мы будем выполнять поворот. Если водитель поворачивает, например, с попова налево, и он не знает, что здесь полосы и нету рядом машины, то есть часто приходится понимать по машинам количество полос, то он может попасть в нехорошую ситуацию. Вижу правую стороне. При повороте направо, он не должна держаться правее. На перекрестке сейчас повернем направо. Так, что-то нам нужно остановиться. Да. Вижу знак. Да, здесь у нас нет стоп-линии, поэтому мы должны подъехать не у знака, а у края пересекаемой правильной части. То есть знак стоп у нас по правилам довольно-таки интересный. То есть мы вот здесь должны остановиться, досмотреться, и потом только поехать. Так, все хорошо у нас. Да. Крепим, крепим, быстро. Прямо, прямо до упора, там будет Т-образный перекресток, мы вернемся туда. Ага. И попробуем выполнить как раз поворот налево. Посложнее задачка сейчас будет, да? Ну, задачка тоже простая, но вот с учетом отсутствия разметки как раз я покажу, что может получиться у неопытного водителя. Или водителя просто незнакомого со схемой движения. Ага. Сейчас на перекрестке повернем налево, то есть здесь у нас одна полоса. Здесь нам нужно держаться левее. Да, но здесь надо будет держаться левее. И в какой момент станет две полосы, нам не говорят ни знаки, ни разметка. Я сейчас... Мы включаем левый поворот. Интуитивно. Сейчас смещаемся, да, к середине дороги. Ага. И мы вот ширину полосы можем, по сути, только оценить по длине стоп-линии, благо у нас стоп-линия здесь хотя бы есть. То есть хоть какой-то кусочек разметки нам позволяет понять, что вообще происходит. Ага. Ну, поехали. Ну, то есть... Тут никого не должны пропускать, кроме пешеходов? Кроме пешеходов никого. То есть встреч на полосниту. На самом деле разметка играет очень большую роль в безопасности дорожного движения. Потому что ключевой момент, чтобы водитель понимал, где и как ему надо двигаться. На Кипре правила дорожного движения запрещают водителям пить за рулем воду. А в Германии нельзя проявлять дорожную ярость. Излишняя жестикуляция и оскорбление в адрес других водителей или пешеходов обойдутся в несколько тысяч евро. А как хорошо вы знаете наши правила дорожного движения, сможете ответить на все вопросы. Что означает этот знак? Если на дороге одновременно присутствуют белая, желтая и оранжевая разметка, на какие линии необходимо ориентироваться водителю? По какой траектории водителю разрешен поворот направо? Что означает данная табличка, висящая под любым другим дорожным знаком? Обязан ли водитель предоставить свое транспортное средство медицинским работникам для перевозки граждан в ближайшую больницу в случаях, угрожающих их жизни? Это был проект «В движении». Смотрите все выпуски на сайте мирбелогория.ру, ютуб-канале Мир Белогория и в наших социальных сетях. Соблюдайте правила, берегите себя. Увидимся через неделю. Субтитры подогнал «Симон»!